В общественном транспорте шанс заразиться коронавирусом возрастает в несколько раз. Именно поэтому к дезинфекции автобусов подходит особенно тщательно. В Сарове регулярно обрабатывать транспорт начали еще весной. Дезинфицируют салон машины два раза в сутки, с 10 утра до полудня и после завершения смены. Обрабатывали сначала гипохлоридом, но он едкий, запах хлорки неприятный в автобусе. Сейчас состав не пахнущий, он не раздражает слизистую. Универсальным антисептиком обрабатывают все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки. Раствор безопасен для людей и животных. В день обрабатывают примерно 25 муниципальных автобусов. Для этого используют распылитель. Со своей стороны перевозчик делает все, чтобы снизить риск заражения в автотранспорте. А вот среди пассажиров встречаются люди, которые пренебрегают средствами защиты. По идее мы должны их высаживать и не возить. Но выгнать пассажира из салона, тем более сейчас на улице холодно. Здесь, в общем-то, возят, ездят без масок, но мы не в состоянии, скажем так. Водитель не может выйти из салона, из кабины, чтобы кого-то выпроводить. Он может только попросить. Частные перевозчики тоже соблюдают требования Роспотребнадзора по санообработке транспорта. Малый габарит автомобиля по сравнению с городским автобусом позволяет это сделать буквально за 5 минут. Используют для этого раствор дезинфицирующего средства с высокой антимикробной активностью. Это раз в полтора часа. Ну, то есть, это получается, после каждого рейса водителю дана инструкция протирать все контактные места данным раствором. Ну, подсчетом, получается, у нас, значит, раствор разводится он на 28 дней. Ну, литра хватает примерно на неделю. Водители маршрутных автобусов получили рекомендации по соблюдению защитных мер во время перевозки пассажиров. Но также встречаются горожане, которые считают маски совершенно лишним атрибутом. Значит, водителям даны инструкции находиться, во-первых, самому в маске. Также пассажиры, кто садится в автобус, также одевали маски. В случае, если у пассажиров отсутствуют маски по каким-то причинам, значит, у нас в автобусе имеются одноразовые маски. Водитель бесплатно предлагает пассажиру одеть маску. В условиях эпидемии коронавируса у перевозчиков к пассажирам одна просьба – находиться в салоне в защитной маске. Так вы защитите свое здоровье и жизнь. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.